Здравствуйте, мои дорогие! Ну, так как у нас ждать лето, дождёшься или не дождёшься, можно и до августа, поэтому решила не ждать лето, а решила помыть окошко. Сегодня у нас жара, сейчас вам покажу, вот, сколько там плюс, блин, 4 градуса, плюс 4 градуса, утром стало бы, снежок лежал так на обочине. Ну, что же сделать, просто уже в мои окна смотреть невозможно. Для начала, конечно же, нам нужно снять шторы, сразу застирать я их не буду, я их постираю где-то, наверное, ну, когда помою окно, потому что я их когда постираю, а потом мокрыми вешаю, я их не глажу. Они такие тяжёленькие, под весом они сами зависают. Что хочу сказать за окна. Был у меня такой опыт, долгое время я работала на пластиковых окнах, и поэтому дам немножко такой, можно сказать, полезный совет для тех, кто собирается ставить окна. Дело в том, что, понимаете, некоторые в связи с экономией денег, ставят просто поворотно-откидную, одну створку посередине, то есть так легче мыть и так легче мыть. Те, которые вообще экономят, бывает одну большую, не открывающую створку делают, а одну здесь поворотно-откидную и всё. Так как по моему опыту, я тоже себе поставила тогда окна, в общем, какие приходилось там, кто отказники были надевать, окна не было там, всё, поэтому мне уже, мне не приходилось выбирать, но я скажу вам, так намучилась, вот у меня в спальне, там одно большое такое, и здесь только, вот здесь поворотно-откидная, неудобно мыть вообще. Здесь у меня стояло по краям, эти сплошные, а посередине стояла поворотно-откидная створка. Ну так достала это помыть, так неудобно, ну, вроде было удобно, там с одной стороны, со второй стороны всё, но поймите, на кухне обязательно должна быть форточка, вот не пожалейте, закажите форточку, потому что вещь необходимая. Во-первых, кто выращивает цветы, даже если вы будете открывать, здесь поворотно-откидную открыли, сюда идёт мороз зимой, туда идёт мороз, проветрить неудобно. Летом, допустим, жара, вы форточку открыли, и всё, и без запарки. Ещё хочу сказать, что большая форточка, она под тяжестью, понимаете? Если вы будете открывать её, постоянно закрывать, поворотно-откидные, ну, откидывать, чтобы в воздух попадал, да, у вас будет отвисать, это большая створка, чаще придётся её ремонтировать, ну, в общем, вызывать этих ремонтников, вот, если форточку просто открыл и без проблем. И не живите такой надеждой, что вы поставили пластиковые окна, и они вам на всю жизнь. Нет, мои дорогие, вам придётся менять резинку лет так через 5-7, они начнут продувать, промерзать. Если не сделан монтаж, правильно, с той стороны, если не зацементируете, хотя бы, или там лентой псу не стоит, будет сыпаться пена. В углах ждите промерзания. Здесь в углах тоже, сейчас все делают, в общем, вот эти силиконовые стыки, вот они жалтеют. Их тоже периодически нужно снимать и проводить новым силиконом, ну, если хотите беленькие окна. Потому что даже, а то, что вы варите, там, в общем, это то, что вас ждёт, силикон менять, и резинки придётся всё равно через лет 5-7 менять, особенно если у кого нет форточки, и часто пользуются вот поворотно-откидными, она будет провисать и промерзать. Поверьте, это всё будет. Вот, с форточкой намного легче. Она, во-первых, легче, во-вторых, и проветрить можно, и цветы поставить ничего, им не будет ни промерзаний, ничего. Так что, там, по поводу подоконника, если вы делаете на 200 мм, на 20 см, там, кто на 15, кто на 10, у меня здесь можно было вообще на 10 ставить, у нас шестналках узкие эти. Главное, чтобы не перекрывало батарею, главное. Если перекрывать батарею, делайте дырки, чтобы воздух циркулировался, потому что будет тоже запотевание окон. Ну, не в 100%, ну, процентов 70 тоже это причина бывает. Проветривать окна нужно даже зимой, хотя бы на 2-3 минутки. Вот. Ну, а теперь переходим к самому главному, мытью. Для начала нам нужно снять шторы, убрать все с окна, и приступим. А мне нужно одеться потеплее, на улице жара же. Сколько там, плюс 4. Так что, приступаем. Да, забыла сказать, для того, чтобы помыть окна, я буду пользоваться, конечно же, своим Фрош, универсальное чистящее средство сода, и самое любимое мое средство для стекол, для зеркал, клин. Конечно же, очень много тряпочек нужно будет парогенератором, парочистителем, кто как его называют, это для щелей, для всего. Ну, в процессе буду показывать, как, что делаю. Приступаем. Для начала сейчас все мокрой тряпочкой, с вот этих пластиковых поверхностей смахнем пыль, и с подоконника, видите, на подоконнике, то у меня вообще какая-то проблема. Если я хоть чуть-чуть открываю, проветрить окошко, у меня здесь сразу столько песка, видите, у меня здесь улица, и машины ездят, видать, песок, ну, вообще, никаких деревьев. У нас когда-то здесь, где зеленая травка, были посажены деревья. Потом кому-то они там помешали, так прям лесополоса была. И старые фотографии смотрю, это потом там что-то прорыли, что-то взрыли, не знаю, убрали эти деревни, но не посадили. И вот у меня здесь всегда скапливается песок, ну, или опадают цветочки. В общем, для начала вытираем пыль. После того, как я смахнула пыль, я теперь сейчас как-бы замочу это окно вот с содой фреш. Так брызгаю. Мне очень нравится, она хорошо все оттирает, желтизну. Все, ну, я сейчас-то все сделала. Вот видите, я побрызгала, и вот стекает уже как-бы, желтизна эта. Сейчас. Как бы грязь, вот этот жир, вот здесь особенно видно линию, вот видите, желтизну эту пыль, что-то. Сейчас я это все смакну. Ну, да, первым делом, конечно, не забудьте этот, помыть, на чем несят шторы, карниз. Забыла еще сказать, все, кто умоет содой фреш, знают, что она сильно концентрированная. Когда, по-моему, это пластиковая, предлагаю простой водой смывать и влажной тряпочкой вытирать. Так, когда уже замочили, оно хорошо растворяет. Сейчас шум будет, но я покажу. Вот эти места я все мою поливизатором. Неудобно будет, но покажу как, примерно. Вот так. Теперь, видите, окошко помылось. Правда, напротив света вам, наверное, плохо видно. Теперь ставим на подоконник цветы. Обязательно нужно помыть предварительно горшки и поддоны, чтобы было все чистенько. Вот аж посветлело на кухне. Теперь осталось только повешать эти шторки. Сейчас осталось 3 минуты достираться. Я всегда вешаю мокрые. Они у меня маленькие, короткие, специально, чтобы светлее было на кухне. Ну и не люблю я шторы. Тем более, шторы я чаще стираю, чем окна мою. Но все равно, конечно, относительно. Я говорю, потому что у меня проезжая часть. Вот. Смотрим дальше. Ну вот, мои дорогие, вроде бы все закончилось мытье окна. Шторки повесила, помыла окошко. Аж светло стало. Прямо как зрение прозрелось. И мое сердечко успокоилось. А теперь, неважно, придет ли это, не придет ли это. Главное у меня чистые окошки. Как говорят, судят хозяйку, что окно должно быть как фата у невеста, что-то такое. В общем, всегда окна должны быть чистые. Раковина и плита. Вот. Ну, вроде бы как-то вот так. Если я кого-нибудь смотивировала на мытье окон, это не для того, что я знаю прекрасно, что все знают, как мыть окна, как правильно все. Но, может быть, я кого-то смотивировала. Я всегда, как кого-нибудь посмотрю, так мне все, всегда хочется что-то сделать, навести порядок. Я просто делаю мотивацию. А вдруг кого-то еще смотивировала так же со мной сделать уборочку, чтобы легче дышать стало. Так что, если кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, ну, извините. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего новенького. Задавайте вопросы. Ну, пишите комментарии. Всем пока-пока. До следующей встречи.